Приветствую вас на канале инфобом. Здесь рассказывают интересное обо всем. Приятного вам просмотра. Вот уже 30 лет звезда советских фильмов, заслуженная артистка РСФСР Наталья Назарова живет за творницей в своей однокомнатной квартире на окраине Москвы и редко появляется на людях. Обеспокоенные соседи бьют тревогу, по их мнению, Назарова попала в руки черных риелторов. Что же на самом деле происходит в жизни артистки? Надежда Савастина и Елена Кирдина живут в одном доме с актрисой более 40 лет. Елена часто видит знаменитую соседку, когда та прогуливается или ходит в магазин. А однажды она обратила внимание на незнакомых молодых людей, которые подошли к актрисе и дали подписать ей какие-то документы. Я не могла предупредить ее об опасности и посоветовать быть осторожной, ведь она ни с кем в доме не общается. Наталья живет отстраненно. Мне стало страшно, что ее хотят обмануть, — рассказала Кирдина. А Надежда Савастина, старшая по подъезду, отметила, что это не первый случай в их доме, наши жители уже сталкивались с черными риелторами. Нужно обратить внимание на эту ситуацию и взять Наталью Ивановну под опеку. Сама Наталья Назарова сейчас находится на самоизоляции, большую часть времени она проводит у телевизора. В квартире, где живет артистка, ремонт не делался с 1982 года. Единственная комната и кухня завалены хламом, на столе разбросаны горы вещей, а ест актриса за гладильной доской. Она признается, ей даже приходилось просить милостыню, чтобы не умереть с голода. Когда меня уволили из театра, нам с матерью нечего было есть. Помню, на рынке за огурчик я прочитала поэму Блока 12, а за капусту я пела перед продавцами, рассказала артистка. Наталья уверяет, что никакие бумаги у черных риелторов она не подписывала. В 2004 году у нее умерла мать, с тех пор она живет одна. А дом, который перешел к ней по завещанию, она переписала на племянниц, проживающих в Алма-Ате. Актриса Ольга Богданова была однокурсницей Назаровой, они жили в одной комнате в общежитии. По ее словам, Наталья была на курсе самой талантливой и доброй, все начиналось прекрасно, и в театре, и в кино, и в жизни. Но вдруг ее жизнь пошла под откос. Это что-то страшное. Богданова считает, что актриса стала затворницей после того, как развелась с мужем, известным московским букинистом. Она его очень любила, они были великолепной парой. А актер Валерий Баринов добавил, натура настолько тонкая, что любой эмоциональный сдвиг мог повлиять на нее. После визита съемочной группы прямого эфира Наталья Назарова решила начать жизнь с чистого листа. Она побывала в руках лучших российских стилистов и впервые за много лет согласилась сделать ремонт в своей захламленной квартире. Теперь я мечтаю вернуться в кино. Призналась актриса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова